Друзья, а какой у вас уровень английского языка? Прямо сейчас ставьте видео на паузу и напишите в комментариях. Скажем, начальный, средний, выше среднего, или по-английски, скажем, ниже среднего, pre-intermediate. Пишите в комментариях. А как вообще понять, что у вас именно ниже среднего? В этом ролике мы для вас подготовили отлично, такой классный, красочный, понятный, структурный чек-лист с 10 основными темами по грамматике как раз для уровня pre-intermediate, ниже среднего. Более того, этот чек-лист будет полезен не только начинающим, но и тем, кто продвинулся дальше, потому что всегда полезно возвращаться назад и повторять какие-то темы, фундаментальные, грамматические какие-то вещи, закономерности, структуры и правила. So, guys, are you ready? Let's start! Начинаем с самой базы. Это, конечно же, времена английского глагола. Present perfect. Тема для многих непонятная, сложная, но на pre-intermediate ее нужно освоить. И многие подумали, ну, эти времена, я же знаю present sample, present continuous, зачем этот present perfect? Можно, наверное, без него. Ну, может быть и можно, но носители его часто используют, поэтому нужно хотя бы понимать, что они говорят. Допустим, ваши новости, опыт достижения, результаты, это все present perfect. Ну, допустим, что вы только что недавно в последнее время сделали? Я купил машину, поужинал, уже позавтракал, недавно пришел домой с работы, уже, там, не знаю, приготовил обед, это все будет present perfect, настоящее завершенное время. Или совершенное его еще называют по-русски. Поэтому, видите, такие предложения очень часто встречаются. Ну, допустим, я только что закончил работу. I have just finished work. Have just finished. Вот, только что закончил работу. Простое предложение, постоянно мы так говорим, это present perfect. Поэтому, друзья, не ленитесь запомнить это время. Поначалу оно кажется сложным, непонятным, но как только вы это все переварите, проработаете, отработаете, закрепите, вы подумаете, как я его не понимал, может, такое простое, present perfect легче не бывает. И вот фрагмент из Короля Льва, как раз реплика. Где я уже это видел? Вот, завершенность, да, уже видел. Where have I seen it before? Have I seen? Да я это видел уже, да? Это present perfect. Послушайте. Now this looks familiar. Where have I seen this before? Let me think, ooh. И на экране вы видите шпаргалку. Мы специально для вас ее приготовили. Очень классная, понятная. Видите, тема, случаи использования, примеры. Все очень понятно. Можете легко в любую секунду зайти и повторить. Можете сфотографировать, сделать скриншот или переписать себе. Очень полезный материал. Все эти времена легко усваиваются в таблицах, схемах и в шпаргалках. Поэтому крайне рекомендую. Такие вещи сразу себе копируйте, конспектируйте. Они на самом деле помогают в изучении любого правила английского языка. И, кстати, все темы из сегодняшнего ролика мы собрали в одном месте, на одной страничке. В описании к этому видео будет ссылка. Например, present perfect там выглядит следующим образом. Первый блок – это наша шпаргалка. Только что вы ее видели. И второй блок – это полезные статьи с информацией, исчерпывающей. В общем, это все, что нужно знать про present perfect. Поэтому переходите, смотрите, изучайте. Плюс там есть все остальное, остальные времена и другие вещи, про которые я буду рассказывать. Опять же, кратко, сжато, наглядно, все в одном месте. Удобно, красиво, примеры. Это идеальный инструмент, чтобы повторять материал. Не нужно искать, где это было, какое-то правило. Все. Перешли на страничку. Листаете, смотрите, повторяете, отрабатываете, закрепляете. Очень классно, крайне рекомендую. В описании к этому видео ссылка. Еще раз повторяю, переходите, занимайтесь. Можете себя скопировать, сфотографировать, переписать. Но информация очень качественная. Следующее, это еще два времени глагола. Past simple и past continuous. Прошедшее простое и прошедшее продолженное. Значит, в чем суть? Вообще, прошедшие времена, процентов 90 предложений, это past simple. Прошедшее простое, там даже думать не нужно. Единственное, запомните неправильные глаголы, именно вторая форма, потому что она используется в past simple. Ну, допустим, я вчера ходил в магазин. I went to the shop yesterday. Вот, went, это go, вторая форма, past simple. Все очень просто. А вот past continuous немножко посложнее. Вот, допустим, когда я вчера шел домой, я встретил друга. Давайте представим ситуацию. Вот я шел домой и встретил. Тут что произошло, так скажем, моментально, разово, да? То есть вы шли или встретили? Скорее всего, вы встретили, оп, и встретили. А вот шли, вы как бы долго пешочком шли, да? Получается, что там, где вы шли, это была длительность. И это past continuous, прошедшее, продолженное. Поэтому переводим. Вчера, когда я шел домой, я встретил друга. Yesterday, when I was going, вот оно, was going, это прошедшее, продолженное. I was going home, I met my friend. А вот met my friend, это прошедшее простое. Просто встретил. А до этого шел, да, шел, это была такая длительность, был процесс. Это и есть past continuous. В принципе, на самом деле, все довольно просто. Две формы выучили, и вы свободно можете выражать любые мысли про прошлое. Опять же, все очень легко и просто. Запомните, это самая база. И вот фрагмент из Шрека. Реплика. Я просто читал страшную книжку, да? Я читал вот в процессе. I was reading. I was reading. Прошедшее, продолженное. Послушайте. Sorry, I hope I'm not interrupting anything. No, no, no. I was just reading a scary book. Друзья, и на экране вы видите две шпаргалки. Past sample, past continuous. Опять же, можете себе их сфотографировать, сохранить или переписать. Информация очень доступная, полезная. Там все наглядно написано. То есть, отлично, чтобы повторять материал. Дальше мы переключаемся на будущее, но через настоящее. О чем речь? Present simple и present continuous. Настоящее простое, настоящее продолженное. В английском языке используется, чтобы говорить про будущее. Да, кажется, как так? Там есть отдельные будущие времена. Есть. Но смотрите, даже в русском. Вот, допустим, я скажу. Завтра я лечу в Лондон, допустим. Да, завтра я лечу в Лондон. Я же говорю не полечу, а как будто бы уже сейчас лечу в Лондон. Да, я сейчас лечу или я завтра лечу в Лондон. Мы говорим по-русски то же самое. Мы используем настоящее. Или фильм начинается в 8 вечера. Сейчас еще утро, например. Да, я говорю, фильм начинается в 8. Слышите, не начнется, а начинается. Как будто бы уже сейчас начинается. То есть, в русском языке мы тоже используем настоящее для будущего. Поэтому все очень логично, не удивляйтесь. Ну, давайте переведем. Я лечу в Лондон там завтра. Это запланированное действие Present Continuous Для запланированных, именно мы уверены, что произойдет в будущем что-то Present Continuous Поэтому I'm flying to London tomorrow Вот и все I'm flying Present Continuous для будущего А вот то, что по расписанию происходит Например, футбол начинается в пятницу Там концерты в 7 вечера Или Олимпийские игры в следующем году начинаются Это все Present Simple Расписание, график, даже если это будущее Present Simple Поэтому фильм начинается в 8 The film starts at 8 Да, starts at the present simple Поняли, да? Запланированное действие Мы точно знаем, что оно произойдет Это Continuous, Present По графику, по расписанию, даже про будущее Это Present Simple Все очень просто, ничего сложного в этом нет Вы эти времена уже знаете Просто нужно дополнительно запомнить, что есть еще случаи использования для будущего И вот фрагмент из фильма Как раз там говорится, что новая эра Начинается вечером It begins tonight Present Simple Да, как будто бы расписание И, конечно же, вот для вас шпаргалка Опять же, перепишите себе Это помогает запомнить лучшую информацию Когда прописываете, да, вдумчиво смотрите, повторяете Ну, либо сфотографируйте Или сделайте скриншот Как вам удобнее В общем, пользуйтесь Это очень классная подсказка Так, и у нас еще одно время глагола Будущее простое Future Simple Ну, тут элементарно Ставим will, помощник И начальную форму глагола Даже думать ни о чем не нужно Но что нужно помнить Что Future Simple Это спонтанные действия в будущем Ну, допустим Холодно Закрою окно Вот закрою окно Вы только что это решили Спонтанно Потому что вы замерзли вдруг Резко, да, замерзли Это и есть Future Simple Допустим It's cold I'll close the window Вот оно I'll close Я закрою окно Это спонтанное решение Или Я думаю, я вечером пойду в кино Или Может быть, я тебе позвоню Это все как будто бы такие спонтанные Вы еще не знаете, что будете делать То есть, вот вы говорите И вы параллельно это как бы решаете Это и есть спонтанные действия То есть, не запланированные Вот Я лечу в Лондон Это точно запланированное Вы купили билеты Там гостиницы И все такое А вот Холодно Закрою окно Или возьму кофту Включу обогреватель Это уже спонтанное Это и есть Future Simple Вот фрагмент Из Короля Льва Я поищу Скара, да I'll look for Scar Вот оно Только что спонтанно он решил I'll look for Scar Все очень просто Друзья, таблицу опять же можете переписать Можете себе скопировать Сделать скриншот Повторяйте Примеры Особенно перечитывайте внимательно Пример Перевод Это помогает лучше понять форму И понять конструкцию Так, а сейчас кое-что более интересное Future Simple Будущее простое И фраза Be going to Собираться, намереваться В чем же разница Когда что используется Все очень просто Как мы уже обсудили Future Simple Это спонтанные действия It's cold I will close the window Холодно Я закрою окно Спонтанное действие А вот фраза Be going to Сокращенно Be gonna Это значит Собираться, намереваться Что-то сделать То есть вы уже Такое намерение Имеете некоторое время Допустим Я собираюсь пойти Там, не знаю В магазин I'm going to go To the shop То есть I'm going to go Собираюсь пойти То есть вы не спонтанно решили А вы думаете Так, нужно купить продукт Или там что-нибудь еще купить Пойду-ка я в магазин Потом Я собираюсь в магазин Тебе что-нибудь нужно Видите Вы собираетесь Вы уже запланировали Как будто бы Да, вы намереваетесь Туда пойти В этом есть разница Все очень просто Future Simple Спонтанные I will close the window I'm going to go to the shop Вы собираетесь Пойти в магазин Запомните Что очень часто Про будущее Мы говорим С помощью Will Да, это спонтанные действия Дальше мы используем Present Simple Present Continuous Для запланированных действий Или для расписания И фраза Be going to Это именно Собираюсь Просто собираюсь Как в русском Собираюсь пойти в зал Собираюсь выучить английский Собираюсь приготовить обед Вот это все Собираюсь Это be going to Все на самом деле Очень просто Как раз в этом фрагменте Из короля льва Есть реплика Что собираешься делать Что собираешься What I going to do Послушайте И опять же Перед вами Наша шпаргалка Наша схемка Не ленитесь Переписывайте себе Или сфотографируйте Это очень помогает Повторять материал Следующая тема Ее многие терпеть не могут Ненавидят Но что поделать Ее надо знать На print immediate Это Passive voice Страдательный залог Что это такое? Все просто Смотрите Мои друзья строят дом My friends are building a house Все просто Мои друзья строят дом Или я отправил письмо I sent a letter Я отправил письмо Здесь есть активное действующее лицо То есть кто выполняет действие Мои друзья Они строят Я отправил Это активный залог А что значит страдательный залог? Это значит, что нету действующего лица То есть непонятно Да в принципе и не важно Кто выполнял действие Допустим Дом строится Кто строит Да все равно Главное, что он строится The house is being built Или же Письмо отправлено Да, кто отправил Когда Зачем Почему Непонятно Неважно Главное, что все Оно отправлено The letter is sent Это, друзья мои И есть страдательный залог Passive voice Когда нету главного действующего лица Поначалу освоите обычные времена глагола А только потом сверху накладываете страдательный залог Потому что грамматика накладывается Сначала нужно знать обычные времена А потом уже passive voice Вот, например, фрагмент из фильма Начало с Ди Каприо Inception Там говорится Это не может быть сделано Кто сделает Непонятно Главное, что It cannot be done Быть сделано Это как раз Passive voice Страдательный залог Ребята, перед вами шпаргалка Опять же, скопируйте Перепишите Очень важно И как я уже говорил Внизу в описании к ролику Есть ссылка на страничку Где все эти шпаргалки В одном месте Там все очень подробно Понятно Расписано Все эти темы наши Из уровня Проинтимириад Вся грамматика есть Переходите Очень классная Получается такая подсказка Такая подспорья в занятиях Ничего не нужно искать Все в одном месте Переходите Открывайте любую тему Из нашего списка Из нашего чек-листа Все у вас перед глазами Все понятно с примерами Дальше довольно полезная Важная Ну и простая тема Которая называется Модальные глаголы Если упрощать То модальные глаголы Это такие глаголы Которые мне нужны Сумогательные глаголы В вопросах и отрицаниях То есть Will, do, does, did Это все не используется Я говорю про такие слова Как Can Могу, умею Could Мог, умел Must Должен Need Нужно Или допустим Should Следует Это все модальные глаголы Ну допустим Ты умеешь говорить по-английски Can you speak English? Вот Can Можешь Он стоит на первом месте Все очень просто И вот фрагмент из Опять же Начала с Декаприо Inception Возможно Вам нужно отсюда убираться Да Уходить You should probably Get out of here You should probably Тебе скорее всего нужно Да Вот should Тебе следует Это модальные глаголы Перед вами шпаргалка Таблица Опять же Сохраните себе Перепишите Это поможет запомнить Основные модальные глаголы Следующее Это у нас Условные предложения Тема Непростая Но хотя бы Базу нужно понимать Условные Это значит Если Если у меня будет время Мы пойдем в кино Это условное предложение А порой мы даже Фантазируем Если бы у меня был самолет Я бы полетел в Париж Это вообще мы фантазируем Фантастика Вымысел Это тоже условие Вот такие бывают предложения Но давайте самое простое Если у меня будет время Мы пойдем в кино If I have time We will go To the cinema To the pictures To the movies Как хотите Главное что после if Настоящее время Мы will не используем В этом вся загвоздка Но опять же все довольно просто И вот как раз в этом фрагменте Из фильма будет If I were to do this Если бы я Как бы должен был это сделать Вот если бы Да кабы Как раз это такое Нереальное условие Незбыточное Опять же табличка перед вами Вы знаете что делать Скопировать Переписать Плюс в описании к этому видео Есть ссылка на страницу Где все эти шпаргалки Все подсказки Все собрано в одном месте Отличный ресурс Время от времени Переходите туда Заходите И повторяйте материал Еще одна очень важная тема Которую можно осваивать Даже на начальных этапах Английского языка Там elementary Да Beginner Потому что без нее Просто никуда Но на проинтермиде Ее нужно знать Уже просто как отчий наш Конечно же Степени сравнения Прилагательных Это то про что я говорю Например Боб сильнее чем Джон Или эта книга Более интересная Слышите Не просто сильная А сильнее Не просто интересная Более интересная То есть мы уже сравниваем По качеству Разные предметы Людей И так далее Ну например Боб Из Стронгер Than Джон Стронгер Это и есть сравнительная форма Мы сравниваем Не просто стронг А стронгер Или Эта книга Более интересная This book Is more Интересный Вот оно Моо Интересный Это более интересный Это очень важная тема Поэтому не ленитесь Нужно ее запомнить Но там ничего сложного Все у вас получится Я вам гарантирую И вот фрагмент Опять же Из фильма Попробуйте посчитать Сколько там Форм Прилагательных Вы насчитаете Именно сравнительных Там будет хуже Лучше Быстрее Сильнее И так далее Сколько вы их насчитаете Там больше чем две Я вам подсказываю Более чем две формы Пишите в комментариях Друзья И вот перед вами шпаргалка Опять же Наглядное Понятное правило Все нюансы Переводы Можете переписать себе Так вы лучше их запомните Просто перечитывайте Повторяйте Это поможет И на самом деле Еще есть в английском языке Прилагательные Немножко другие Допустим Shocked Shocking То есть Шокированный Или шокирующий Или Surprised Surprising Удивленный Удивляющий Удивительный Это тоже прилагательные И нужно понимать Как они используются Например Как правильно Какой вариант нужно использовать Все просто Если вы говорите Допустим Вы описываете Предмет Или человека Новости Шокирующие Мы описываем новость Но Когда вы говорите Про себя Про ваши эмоции Ощущения Нужно использовать Shocked То есть Я в шоке Я шокирован Поняли, да? Иди про себя I'm surprised Я удивлен Или This film is surprising Фильм удивительный Какой-то такой Необычный Вот I'm surprised Но что-то surprising I'm shocked Но что-то shocking Вот такое правило В принципе Не сложно Главное Понять Осознать Пару примеров Перевести И потом вы легко Это все запомните Попробуйте услышать В фрагменте Шрека Что он говорил Shocked Или shocking То есть Он про свои эмоции Ощущения Или он описывал Что-то Послушайте внимательно Эту реплику В фрагменте Ребята И опять же Перед вами Шпаргалка Наша схемка Наша таблица Перепишите себе Или сделайте фотографию Скриншот И еще раз напомню Последний раз В описании к этому видео Есть страничка Где мы собрали Все эти шпаргалки Все эти подсказки Все в одном месте Очень удобно Очень наглядно Очень доступно Переходите И занимайтесь Это очень классная информация Потому что Все собрано В одном месте Не нужно лазить Искать Перепроверять Уже все Для вас сделали Все за вас сделали Максимально Чтобы было удобно И легко Учить английский язык Ребята Переходите по ссылке Прямо подо мной Иконка Кликайте Кто не видел наш ролик Мы очень постарались Сделали очень классный Для вас контент Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому